225 лет прошло с момента образования города Уст-Лавинска. Основанный в 1794 году, как станица, он имеет богатую историю, за которую пережил многое. А как же все начиналось? В 1774 году Александр Васильевич Суворов был направлен императрицей Екатериной II на охрану южных границ России. На правом берегу Кубани развернулось широкое строительство оборонительных сооружений. Суворов поднялся на 27 верст вверх по Кубани и вышел к устью Лобы, где к берегу спускалась широкая лощина, поросшая лесом. С запада возвышался обрыв, на котором им было решено поставить крепость и назвать ее Уст-Лобой. В 1792 году казаки во главе с войсковым судьей Антоном Головатовым прибыли в Петербург, чтобы просить Екатерину Великую выделить земли Кубанской. Мы к тебе прибегли, к тебе, монархине правоверной. Ты нас приняла, як матерь, даруй нам землю. Мы воздвигнем грады, населим села, сохраним безопасность пределов. Наша преданность и усердие к тебе, монархине, и любовь к Отечеству прибудут вечно. А сему свидетель всемогущий Бог. Мы, потому желая воздать заслугам войска Черноморского, утверждением всегдашнего его благосостояния и доставлением способных к благополучному пребыванию, всемилостливейшие пожаловали оному в вечное владение, состоящий в области Таврической, остров Фанагория, со всей землею, лежащей на правой стороне реки Кубани, от усе ее к Уст-Лобинскому редуту, так, чтобы с одной стороны река Кубань, а с другой же Азовское море до Ейского городка служили границей войсковой земли. Баранам, братцы, в поход убираться, дай за Днестром прощаться. Ой, прощайте, курени любезные, треба собираться на чужие земли. Ой, прощай, Днистр, речка быстро, да пойдем на Кубань пить водицу чистую. Казаки стали верными рыцарями императрицы и защитниками земли Кубанской. Через века пронесли они свою самобытную культуру и традиции, быт и военную славу. И не случайно в казачьей молитве есть слова. Слава Тебе, Господи, мы казаки! Без гробности и лести, гроза и страх врагам, И с Господом и честью прошли мы по веткам. Мы былищи, где нервы и верные пленки. И слава Богу, слава, что все мы казаки! И слава Богу, слава, что все мы казаки! О, слава Богу, слава, что все мы казаки! И 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 слава, слава, что все мы казаки! Командир Кавказского корпуса, генерал-аншеф граф Иван Васильевич Гудович Продолжил строительство станицы Услабинской. Здесь смелые, отважные, вольнолюбивые казаки и искатели приключений обрели дом. У них была нелегкая, но героическая и трудная жизнь. Одной рукой приходилось держаться за плуг, другой за саблю или ружье. По-другому нельзя было отстоять эту землю. Свою волю и свободу они защищали ценной собственной жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА